У нас лидер группы Токио, фронтмен группы Токио и Мачете в студии. Вечер добрый, проходите, пожалуйста. Вот так вот удобнее будет встать, рад вас видеть. Ух, вы выше меня. Знаете, в клипах, когда смотришь, непонятно. Я поясню, почему именно этот гость появился в нашей студии. На этой неделе очень многие в социальных сетях обсуждали, что группа Токио покидает Москву, где добилась, на самом деле, огромного успеха, где ее клипы показывали на крупнейших федеральных каналах, где она участвовала в крупнейших концертах и переехала в Украину. А да, если можно, отдайте звук вот с этого клипа, который сейчас у нас на экране. Ну, есть звук, да? На самом деле, это та песня, по которой все... Да-да-да-да-да, по которой все вот сейчас просто узнают нашего гостя. Ярослав Малый. Скажите, а почему вы приняли, и насколько сложно для себя вы приняли это решение порвать с успешной карьерой в России? Ну, во-первых, самое главное, я гражданин Украины, всегда им оставался. И ввиду той ситуации, которая сложилась, и политической, и военной, я решил, что по-другому поступить никак не могу. И то количество лжи, которое берется из средств федеральных массовых информаций, которые там есть в Москве, которые есть в России, это просто невозможно для жизни, это очень опасно, находиться там. Многие предпочитают сказать, мы артисты, мы закроем уши, и мы будем петь. Ну, дело в том, что те вещи, которые мы поем, они идут от сердца. То, что мы верим, то, как мы живем, то, во что мы мечтаем, то, без чего мы не можем. Поэтому это наша позиция и в наших песнях, и в наших поступках, и в нашей жизни. То, как мы живем, так мы и делаем, так мы и поступаем. У вас явно в России остались друзья, коллеги. А что они говорят? И о ситуации здесь, и о вашем поступке. Вот есть те, кто перестали быть там «Friends» или «Facebook Friends», кто не понял вас? Ну, по сути, я могу сказать, что те люди, которым было близко, была близка наша позиция, и было близко наше творчество, они понимают, что, в принципе, это единственный правильный выход в сложившую ситуацию сейчас в России. Потому что, к сожалению, огромное количество людей зомбируется, огромное количество людей ввергается в океан неправды и лжи. И из-за этого у них реально начинают меняться мысли. Они из здравомышленных людей становятся... У нас бывают и ссоры, и проблемы по этому поводу. Вы сами знаете, что сейчас есть люди, которые в семьях даже существуют раздоры по этому поводу. Люди разделяются. Но мне кажется, что это временно. И самое главное в этой всей истории, это не политический контекст. Самое главное в этой истории, что сила, она не в армиях, сила не в политических каких-то решениях. Сила в Боге. Это самое важное. И мы просто потеряли то, ради чего мы вообще находимся в этом мире. Помнишь, что Бодров говорил, еще в правде, в чем сила? Сила в правде. Бодров говорил про силу в правде. Я говорю про силу в Боге. И я знаю это точно, сто процентов, потому что если... Это духовный стержень, он должен быть, он должен присутствовать. Люди потеряли смысл, ради чего все это происходит с нами. Мы увлекаемся какими-то политическими событиями, увлекаемся какими-то катастрофами. Если вы посмотрите, что в мире происходит, да, ну невозможно же на это смотреть. Нет ни одного островка, где было бы спокойно. И все это говорит о том, что мы что-то неправильно делаем. И единственное, что у нас есть, единственное, как возможность, которая у нас есть, исправить то, что происходит, обратиться к Всевышнему. Всем нам. И здесь, и в России, и в других странах мира. Обратиться, понять, что мы делаем неправильно. Извиниться перед ним за это. И попытаться наладить что-то в своей жизни. Здесь, сейчас, вот рядом, в семье, в отношениях друг с другом, в отношениях между странами, в отношениях во всем мире. Мне кажется, что это единственный выход из ситуации. Потому что все остальное, политики, даже посмотрите на то, что происходит, постоянно говорят о том, что там сейчас будет какая-то помощь для Украины. Финансовая, военная, или еще. Ну, постоянно возникают какие-то проблемы, этого не происходит. Этого не происходит по другой причине, потому что не эта помощь нам нужна. Нам нужна помощь Всевышнего, мы должны обратиться к Богу нашему и сказать, папочка, что мы делаем не так? Скажи. Пожалуйста, помоги нам. Вы знаете, у вас есть еще одна возможность, вот не только обратиться к высшим силам. У вас есть возможность еще и петь, чтобы в ваших песнях люди услышали и призывы, и смысл. Ну, мы это и делаем. И я надеюсь, что те люди, которые любят наше творчество в России, они поймут, что мы не могли поступить по-другому. И, естественно, мы будем продолжать делать нашу музыку, и для музыки нет границ. Поэтому я думаю, что наши мысли и наша музыка будут доходить и туда, и везде. У вас есть новая песня, давайте прямо сейчас ее услышим. Давайте, конечно, с удовольствием. Песня называется «Солнце из ножен». Тик-так, what the fuck? Это не кажется мне. Мы на войне. Наш кайф, one life, сменила команда к стене. Нет сна, нет дна, Обмана и глупости бездна. В руки автомат, В голове мат перемат. Вытащив солнце из ножен, Будь осторожен. Вокруг это царство тьмы, И вроде выхода нет, Но он все же возможен. И первыми будем мы, Те, кто верят, Как дети в свою любовь. Спокойно и свято, Мама, не бойся, Я с тобой. Жди сына солдата, Да мой дом где-то там, А тут приказ, Все по местам. Вперед, как на старт, И пули стреляют не в паспорт, Горит земля. Плачет, любимая моя, Кто к нам сгоряча, С мечом от меча. Вытащив солнце из ножен, Будь осторожен. Вокруг это царство тьмы, И вроде выхода нет, Но он все же возможен. И первыми будем мы, Те, кто верят, Как дети в свою любовь. Спокойно и свято, Не плачь, любимая, Я с тобой. Жди мужа солдата, Да one day, One love, One love, Солдаты вернутся, Да one day, One love, One love, Солдаты вернутся, Да one day, One love, One love, Солдаты вернутся, Да one day, One love, One love, Солдаты вернутся домой. Спасибо за просмотр!